Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры в Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, всякого блага, всякого счастья, мира, долготерпения в душе вашей вдовам, в дома ваши, во всю жизнь вашу. Сегодня поговорим о Боге, о человеке. Что же мы скажем? Бог? Кто? Любовь? Нет. Нет, не любовь? Нет. Кто же Бог есть? Конечно же, любовь. Бог есть любовь, но Бог помимо этого, я вам всегда называю, знаете, в ортодоксе очень любит Троицу, Бог любит Троицу. Это Троица, это любовь, свобода и бессмертие. Это три незыблемые сущности бытия, мироздания, Бога, как хотите, соответственно, всех нас, человека. Ангелов, духовных всех этих сущностей, да, животных. Заметьте, даже кошка гуляет сама по себе. Это удивительно. Нам кажется, что человек такой высшее создание, обладает свободой воли. А кошка, она как запрограммированная ходит, она робот. Нет, она гуляет сама по себе. Идет туда, куда она хочет идти. И поворачивает туда, куда она хочет. Ест то, что она хочет. Так что, эти три природы неизменны. И мы все являемся частью этой природы. И эта природа в нас. И мы в ней. И вот, конечно же, все эти вечные... Ну, я вам скажу, это младенческие мысли. А зачастую они даже и не являются даже рожденными людьми свыше от Слова Божьего, пребывающего вовек от истины. Это, к сожалению, факт печальный. Во всей Библии, в Евангелии все это очевидно. И, кто знает, я, конечно, хорошо, достаточно считаю себя знакомым с историей церкви всей. Начиная от ее создания, ее явления в День Пятидесятницы среди учеников, близких учеников Иисуса Христа, которые его видели, слышали, ощущали, трогали руками своими. И заканчивая нашим современным с вами миром. И даже там, конечно, можно почитать и православных, и католических, и протестантских каких-нибудь святых, не святых, просто мыслителей. Многие, конечно, до этого доходят. Вот, повзрослевшие души, они, конечно, все это видят. Пришедшие в возраст мужа совершенного, так скажем, да, или жены, человека совершенного. Взрослого, повзрослевшего, совершеннолетнего, готового к браку со своим женихом. Конечно, люди это понимают. Бог, он бессмертен, и вся природа, соответственно, и мы, как часть этой природы, и его творения. Бог свободен. Это антиномия неразрешимая. И при этом он абсолютная любовь, он абсолютное благо. Казалось бы, если он свободен абсолютно, значит, он может, и всемогущ, да, естественно, Бог, он творец неба и земли, и всего, что под ними и над ними, то он может и сделать зло. Он же может, иначе он тогда раб, иначе он тогда недобровольно это делает. Он заложен в собственной природе любви и блага. Нет, Бог может сделать зло. Но в своей свободе он никогда его не делает. Это неразрешимая антиномия. Точно так же, как мы уже сами не можем понять, почему мы не делаем какое-то зло. Вот почему я никогда, грубо говоря, не причиню там человеку вреда какого-то сознательного. Почему я не буду этого делать? Почему я там не буду курить? Я же могу? Могу. У меня что, рот отсох? Я курил 20 лет почти. Там, 7 лет практически, до 27. Что у меня рук нету, или возможности купить эти сигареты. Все и есть. Я почему не курю? Потому что я не хочу. Я могу? Я могу. Я хочу? Нет, я не хочу. Вот Бог абсолютно свободен. Он всемогущ. Он может творить зло. Но он не хочет его творить. И никогда не творит. Потому что обладает абсолютно, так скажем, силой воли. Ну, в принципе, это просто желание. Тут даже не воля. Зачем мне волю употреблять? Я не держусь от того, чтобы не курить. Я просто не хочу. Мне это противно. Мне противен этот запах, эта вонь, вот это все вдыхание. Мне это просто противно, да? Зачем? Я этого просто не хочу. Вот это дышит этой вонью окружающей. Вот это растраты денег. Зачем мне все это надо? Это все зло. А зачем мне самому себя к злу как-то присовокуплять и самому страдать? Вот то же самое по поводу вот этой всей... Конечно, это настолько детское, младенецкое мышление. А порой, я вам говорю, даже нерожденных свыше, хотя они как бы себя не называли. Эти люди даже еще и рядом с истиной не прикасались. Можно читать Евангелие, хоть обчитаться. Новый завет, Библию, все на зубов знать. Вы помните, что с Иисусом кто спорил? Кто его не приняли? Эти люди отлично знали закон Моисеева, все предания старцев, все соблюдали. Были иерархами, первосвященниками, священниками своего народа, учителями. Вы помните, да? Они слушали живое Евангелие, исходящее из уст живого Бога, пришедшего во плоти. Они его видели, точно так же, как и ученики. У них было одинаковое, они были в одинаких обстоятельствах. Ну, кто-то стал его учеником, а кто-то отверх. Они точно так же все его слышали, видели. Вы помните, когда на суде Иисуса они спрашивали, расскажи нам о своем учении, учениках. Он говорит, что вы меня спрашиваете? Я столько лет у вас под носом проповедовал, и вам в частности. Что это вы меня спрашиваете? Ну, спросите слышавших меня, что я буду перед вами тут распинаться. Уже столько лет я это делал, и вам, понятно, вы это не ищете с целью познания истины, а просто сейчас подкапывайтесь под мои слова и в очередной раз пытаетесь подкопаться. Вот, то есть у всех была свобода. И, конечно же, любовь без свободы просто невозможна. Просто невозможна. Вот, когда вы задумаетесь над этим вопросом, так скажем, вы просто поймете, что это неделимое целое. Бессмертие, вечность, как хотите, неуничтожимость, свобода и любовь – это неразделимые понятия, в принципе. Их невозможно разделить. Если ты их разделил или какой-то убрал, ты все, ты, можно сказать, убрал истину от нее, отрекся. Ты во тьме, ты не во свете, ты ничего не поймешь. Если вы примете все эти три природы бытия, природы Бога и самого себя, и всего живущего на земле, и движимого, и недвижимого, вы тогда вам все станет открываться, как открыта книга, вы все будете видеть и в Писании, и в сердце своем, и все уразумеете, всю истину. Бог наказывает кого-нибудь? Нет. Бог прощает кого-нибудь? Нет. Он не делает ни того, ни другого. Человек одарен абсолютной свободой выбора. Причем неважно, при своем рождении, первым, десятом, сотом, может быть, мы на этой земле не раз перерождаемся в другом бытие. И неважно, потом ты перешел какой-то этап божьего бытия, у тебя что, отнимается свобода, как природа Бога? Нет. Ты наоборот, все больше удобляешься в Боге, в своей жизни. Так Бог что, никак нами не управляет и никак не властен? Властен. Я всегда вам говорил, кто меня давно слушает, вы помните эту древнюю философскую издевку над верующими, так скажем, атеистов над верующими, когда они пытались поставить, ну, философы вот эти очень умудренные пытались поставить в тупик верующих людей, там даже философ умудренных, что типа Бог может создать камень, который не может поднять. В чем была загвоздка, что если он может создать этот камень, тогда он его не может поднять, он не всемогущ. А если он создает его и все-таки его поднимает, значит, он не может создать такой камень, который сам не может поднять. То есть, такая загадка, кольцо, в которое ты всегда будешь неправ. То есть, при любом раскладе Бог не всемогущ, а значит, что он не Бог. Но это вот эта антиномия, которая неразрешима, как Бог свободы, в то же самое любовь, казалось бы, он когда-нибудь да все равно согрешит, но Бог по своей свободе абсолютной не грешит абсолютно точно так же, потому что в его сердце нет ни одного злого помысла, да, желания, помышления сделать это зло. То же самое здесь. Бог может такой камень сотворить? Ответ нашелся. Да, этот человек, это по сути, хотите этот человек, или ангелы, или все, кто обладает свободной волей, ну или тупо, можно в другом философском мысли сказать, да, этот камень, это свобода, и Бог его создал, но он его не создавал. Он сам есть свобода. Он есть любовь, есть свобода, есть бессмертие. Он просто есть. Это просто есть, это не надо создавать. Он есть, этот камень, который и создан, и его поднять невозможно изменить как говорится да вот но даже если так разговаривать что бог создал это вот этот камень этот человек человека дарены свободы воли бог ему дал эту свободу и ее не нарушает он смог создать да он создал людей по своему образу и своему подобию точно такие же как он он нарушает эту свободу нет как он тогда он ее не дал получается поэтому что кто умные конечно люди кто все понимает кто возросли в познании истины конечно не понимаю что бог никого не наказывает ибо все его творение мы точно также любим своих детей своих друзей своих родителей если мы что-то даже имея какую-то власть над плотью человека от какими-то внешние обстоятельства мы пытаемся научить чему-то человеку сделать ему какое-то через это казалось бы внешнее зло той свободе его той душе его блага жизни которую мы не можем ведь согласитесь человек может упереться рогом и как вы вот конечно бог как влияет так скажем образно на нашу свободу да на наше это возрастание в познании истины да элементарно бог создал когда адам с евой так скажем согрешили да и бог создал тленный мир ну земля стала быть проклята ну понятно и ходом то человек не мог изменить эту землю бог ее меняет промыслительно да делает ее тленные смертные загнивающие да то есть уничтожимы я как бы хотя это просто круг фибоначчи до грубо говоря или цикл мы видим прекрасно что даже смертное тленное так скажем мироздание оно все равно бесконечно все что умирает попадает в землю потом вырастает грубо говоря семечко даже какой дерево разложилось все это разлагается во что-то в какие-то удобрениями является частью потом это перерождается тот же самый цветок вот та же самая реинкарнация не зря они говорят эта часть бытия это уж безусловно да люди это видят наблюдают это просто факт и саму смерть вот эту тленные резы ведь душа-то бессмертно бог же не человек уничтожил который сотворил а лишь отдел на него одежда кожаные одежды смертный покров этот смертный и он же его снимает когда считает нужным да вот но это лишь внешне ты лишь как у нас сейчас одежда кто будет обижаться если с нас сняли верхнюю одежду там смертельно обижаться никто до дошли какой-то злодей сделка грц лишь бы жизнь или кошелек ну все отдам лишь бы жизни оставить да и конечно бог через эти внешние обстоятельства влияния на нашу жизнь может на действовать на нас может нас воспитывать и учить как человек написано моисеющий как человек воспитывает сына своего так и бог сын или дочь так и мать или отец воспитывать сына и дочь так конечно и бог конечно же он все это придумал и у нас через это ведет и та же самая смерть как многих людей на заставил задуматься над истиной над добром над любовью над святостью что вообще в чем суть жизни да ну заметьте ведь та же самая казалось бы смерть казалось бы да ну вот рычаг который бог придумал вот заметьте насколько человек обладает свободой воли что он даже под страхом смерти может закореневать во зле и упорствовать во зле и горит я лучше умру но не прощу но сделаю гадость вспомните в книге деяния очень показательный момент как было описано когда по моему 42 человек или сколько там 40 42 счет не помню когда павла тоже тоже арестовали и последний свой путешествие он уже в узах проводил как раз попал в рим в который так хотел попасть тоже и уже попал туда но в узах вы помните как заклялись 40 там пом 2 или 40 человека они не просто пост на себя возложили они заклялись вообще не есть и не пить до того дня пока не убьют апостола павла я всегда посмеиваюсь когда книгу деянин читаю над этим моментом там не описано дальнейшая судьба павла как мы видим никто не убил его под стражей из одного города где его судили то одного правительства другого и так его потихоньку повезли в рим и помните вы там они на острове кораблекрушения потерпели в оконцовке все-таки потихоньку в рим добрались до его одно путешествие сколько может быть месяцев продолжалось казалось бы хотя там не такое большое расстояние но со всеми судами со всеми между ними днями отсидками сколько он там провел время известные игры эти люди интересно померли или нет который заклялись не есть и не пить вот тоже мы видим что так и не убили его да и потом мы видим сколько он время там видно что остался и жил уже не как пленник и проповедовал она общался с приходящими к нему иудеями там язычниками вот все с теми людьми стало тоже без еды все-таки долго не протянешь и без воды да особенно вот ну и видно что очень долго и что с этими людьми стало непонятно вот ну вот пожалуйста уже пример то есть люди готовы были расстаться с жизнью ради чего ради добра ну они правда это может быть добром называли но мы сами прекрасно понимаем что убивать человека из-за его религиозных убеждений и пусть он даже ведет за собой весь мир любых убеждений до идеологических как бы мы не были там кто-то был против может быть сталина и ленина я сам против таких вождей до который на костях предков строит там части внуков это все ерунда будущих потомков да на кровях и черепах этих людей то это все не серьезно я конечно сам против но это не значит я пошел должен пойти убить этого ленина или сталина да а тут мы видим конечная кому готов расстаться жизнью ради такого дела ради зла реально да и вы знаете в кучу а уж мы сейчас современный мир все кино смотрим действительно люди готовы но правда очень часто заметьте ведь люди порой верят свято возвращенное добро вы действительно его спросишь какого-нибудь даже того же самого смертника ведь он считает что он делает благо это просто к сожалению когда людям черное называют белым горькой сладким и они то ли в этот правду верят то ли не знаю их гипнотизию потому что что в принципе бог конечно как свет как истина проещает то есть открывает их человеку всякого всякому человеку открывается с самом себя истину и каждый человек в принципе знает что такое добро что такое зло что такое любовь что такое ненависть что такое правда что такой ложь мы все знаем святость грех или Праведность, грех, да Все знаем, вот то ли человек сам Все-таки, я говорю, тут вину Я, если честно, возлагаю целиком на человека Я говорю, так как он обладает целиком Свободой воли Ну, единственное, я говорю, так как мы видим, вы знаете Дело не в том, что я там Супер психолог или нет А потому что чисто опытная У нас вся наука, она стоит просто на опытах Это чисто наблюдение, на самом деле Она лишь открывает то, что показывает то, что есть Она ничего не открывает И понятно, точно так же, как мы видим людей С физическими недостатками Вы знаете, ведь у души могут быть такие же недостатки Люди настолько могут не иметь Обладать вот именно какой-нибудь там, знаете Слабенькой волью Или я не знаю что Или Когда внушаем мы что-то, что там у человека Какой-нибудь мозжечок или область Что он ее чуть надавил, да И она вот может действовать на этого человека Точно так, как и на физический телес Но ты имеешь над ним власть какую-то Или люди вот эти Мы видим же с физическими отклонениями Или умственными, как это называют Но это же не душевные Не духовные вещи, казалось бы Но они очень близки тоже, в принципе Ум, сила воли Вот где сила воли хранится? В уме, в разуме, в сердце Там, пойди разберись в душе, в крови Где вот эта сила воли? Как ее накачать? Да чем ее качать? Она качается элементарным, опять же, выбором твоим И многократным их последованием Этих выборов, да И ты понимаешь, что ты можешь Выбирать, делаешь это Вот И поэтому, конечно же В оконцовке Мы все должны прийти В абсолютное божество, да Мы должны стать не просто подобными И образом остаться Как пустым кувшином Пустым сосудом божьим Нет Господь очень хорошо Вы помните в Евангелии от Ана Мы это читаем Как Господь, цитируя Один из псалмов Говорит Вы боги И дети Всевышнего Все вы, да Вот То есть мы именно боги Должны ими стать Вот А бог кто такой? Бог есть любовь Конечно же Он есть бессмертие Свобода Но именно поэтому Он и есть любовь И поэтому, конечно же Понимая все это Дети божьи Сами-то они Для бога, конечно, дети Но сами уже выросшие Это совершенные Человеки Мужи Жены Женщины, да Они, конечно Мужчины, женщины Они По внутреннему человеку Они уже понимают Что бог, конечно Никого не прощает Никого не наказывает Но бог придумывает Этапы этой жизни Точно так же Как он сотворил Адама с Евой Он не мог их сотворить Смертной Бог благо Бог бессмертия Бог любовь И, конечно же Он сделал их Абсолютно совершенными Благими Конечно же Вокруг был Абсолютный Блаженный рай Где ничего не было Ни плохого Ни злого Ни кроль не лилась Ни обмана не было Все было Здорово Красиво Ну рай На земле Да Эдемский сад Лишь человек Привнес туда Зло Ну человек Сатана Дьявол Да И пошло Поехало И бог придумывает Этот план Я всегда говорю Когда тоже любит Вот это там Там бог лишил Кого-то Именно бог Не человек А когда бог Полагает человеку смерть Раньше или позже Но он ее и придумал В принципе Какая разница Даже когда человек умирает От старости Это же бог придумал Тогда бог можно Все-таки обвинить Во всем В самом этом Первом Так скажем Первом мироздании Первом бытие Первом этапе Вот что бог сам придумал Смерть Старость Ление Ну так вот он придумал Потому что по-другому Мы не можем осознать себя Бытие И познавать его Поэтому Конечно же Бог может Внешними обстоятельствами Влиять Вот через это Смерть Ление Вразумление Вот именно страх У нас же есть Страх смерти Из-за страха смерти Мы много чего не делаем Нам в законе сказано Побьют камнями Я бы может сделал бы Убери этот закон Не может А я бы так и сделал Я бы воровал И бил И грабил бы И насиловал И прелюбоденчивал Ну вот сказано Побьют камнями Ладно Я не буду делать Скажут В любой стране За грубые грехи Так назовем их Смертные Да Сажают их в тюрьму И мы этого не делаем Не потому что мы такие хорошие Потому что просто вот Лишимся жизни Вот через это конечно Человек как бы возрастает Но в оконцовке Бог лишь создает Обстоятельства и ситуации И конечно же Мы переходя Возможно из-за аватара В аватар В этой земле В последующих Будущих мирах Которые Господь Будет нам устроять Мы будем И каждый будет идти Действительно эти миры Помните как Господь Рассказывал пречу О богаче и лазере Это будут миры Недоступные Точно так же Как сейчас Знаете Богатому Невозможно попасть Бедному Невозможно Нищему попасть В богатые чертоги Пойди Попади в Кремль Как ты туда пройдешь Никак Все Твой уровень Вот Паперть У какого-нибудь Так называемого Храма Все Как ты туда попадешь Есть слой бедных Есть слой богатых Пойдите Зайдите в ресторан Или в кафе Где для элиты Действительно Не средника Где могут Ити и те Зайти Даже все равно А вот где Все знают Прекрасно И тебя туда Там охрана Ставит Тебя не пустят Там всех знают Там все свои Это свое общество Вот Точно так же Богатый Никогда не зайдет В рыгаловку Где одни нищие Бомжи И кушают И ругаются И пьют В какую-нибудь Алкогольную Где 100 грамм За 2 рубля Продают Точно так же И в будущем Я верю Что будут Какие-то Бог придумал Вот эту землю Как первое испытание Такое грубое Сито Знаете Крупное Потом будет Все мельче И мельче Мы действительно Вот после этой жизни После этого мироздания Мы будем разделяться И вы знаете Когда те дети света Которые будут на свету Ну они пойдут туда В низ в рыгаловку Нет конечно А эти Как тот Богач вопил Действительно Ему будет сказано Лазарь Между нами пропасть Ну это там же образно Приточным языком Что между нами Такая пропасть Ее невозможно перейти Будет разграничение Чтоб те Покусали локти Бог будет воспитывать Конечно же Не зря мы своих детей Ставим в угол Еще что-то На внешне Ведь ребенок Постояв в углу Может стоять И грызть ногти От злобы И уже готов Родителям своим Отомстить Если это действительно Человек непокаянный То есть мы как бы Бог может На наши влиять обстоятельства Но мы можем Я говорю Упереться рогом Даже до смерти Действительно Если смерть Воспринять как Крайнее И что-то ужасное За которое Ничего нету За гранью которого То есть мы готовы Даже казалось бы Все Вот предел И мы все равно Можем упереться В своем И закисать В своем зле Мы же можем Мы же видим Такие безумия Сейчас современный мир Интернет Куча информации Новостей Чего только не видишь Вот действительно Люди могут доходить До такого безумия У кого-то есть В окружении Такие Кто-то сам Может был таким Проживал разную жизнь Был супер Там каким бандитом Безжалостным Там Немилосердным Или каким-то Феристом Вором Что там И бабушек Обкрадывал Да Вот Всякое могло быть Тем более Сесть собственного То есть мы видим Что мы можем докатиться И то это лишь пример Что раз ты дошел до этого Ты можешь докатиться Вообще неизвестно куда Почему я говорю Что Бог-то Он никакого зла Даже миллимикронного Не делает Потому что все равно Сделает Он покатится Это первый шаг с горы И ты покатился Вот Мы должны дойти Конечно же До этого состояния И поэтому понятно Что Бог никого Не наказывает Никого не прощает Вот Как вы себе представляете Я говорю Да Все все время думают Что Бог Я вот этого человека Обманул Но Бог меня простит Я же покаялся Я же сходил Под эпитрахильку К батюшке И потом мы в Царстве Небесном Встречаемся И я опять ворую Уже в Царстве Небесном Я же вор Я там привык Воровать И к батюшке Ходить по воскресеньям Воровать и к батюшке Ходить К батюшке ходить По воскресеньям Стоять Такой ангелочек Со свечки А дома Мать инвалида Побиваю И пенсию не отнимаю И бухаю С понедельника По субботу А в воскресенье Я ангелочек Стою в храме Мне батюшка Потому что дети Те же самые И прочих вещей Я не такой Но ты с ними И этим ты Свидетельствую Что ты именно такой Когда там Иисус Мне пытается В Евангелии Показать Что он там Какие-то обряды Соблюдал Был супер законником Я говорю Какую в ахимии Мне лапшу Это не вешайте Это вы между строк Впихиваете А он таким не был И нам нигде Не оставлено Чтобы он что-то там Делал по закону Моисеева Нигде Многие Здравые люди А даже больше Они мне И то более Симпатичные И приятные Которые вообще Сомневаются Был ли он вообще Евреем И иудеем В частности Мне эти люди И то ближе По духу Вот так вот Поэтому конечно же Бог он Отец наш Бог наш Творец Создатель Он нас Никогда не наказывает Но Этапы будут Ну как не наказывает В смысле Не наказывает Как это любит Там вечные муки Проповедует Бог нас воспитывает Ведь когда родители Это хоть и звучит Но есть слово Хорошо Хотите наказывать Это понятно Но я имею ввиду Вот про эти вечные муки Которые С которыми насываются Все Ортодоксы Протестанты То же самое Что же проповедуют Что будет разделение И все Мы такие святоши По вере Будем в раю С Иисусом Не важно Как мы жили У нас Эта жизнь Естественно Из веры Проистекает Да кому вы Рассказываете Сказки Вон Я говорю Ютуб доступный Интернет доступный Проповедники Отваливаются После Десятков лет Исповедания Все остальные Верующие Точно так же И за ними идут И сами отваливаются При первом Колыхании Ветерка Где-то Что-то сказали Какую-то хинею Что Евангелие Во Франции Зародилось И все И повалились Все Так что Не надо мне Рассказывать Байки То что у вас Там вера Она вас Ко спасению Приводит Приводит Ко спасению Жизнь Вот И поэтому Этой жизнью Конечно же Мы учимся И Бог Конечно же Какими-то внешними Обстоятельствами Безусловно На наш выбор Влияет И хочет Влиять так Чтобы мы делали Правильный выбор И становились Преображались Из славы В славу Да Ну Не сделал И не сделаешь Ты настолько Рассказывал Если человек Отрекся От этого Ну Прошло Куда ты Денешь И вот Это Говорит Что Бог Есть Абсолютная Любовь Бог А если человек Изо дня В день Делает Одно И то же Ну Как Он Будет В раю Как Будет Вор Вот Цитирует Знаете Тупо Как будто То что Написано В Библии Только Это Истина Да Павел Просто Говорит Нормальную Истину О том Что Как Воры Будут Наследовать Царство Небесное Как Как Люди Не принимающие Истину Хулители Истины Будут Наследовать Царство Небесное Как Люди Не принимают От любви Как Грешник Будет Наследовать Как Грешник И праведник Будет В одном Месте Ну Никак Ну Никак Тот Кто Делится Отдает Как Тот Богач Который Все Хапал Кто Такие Богачи Это Все В себя Все Хапает 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 Копеечка Копеечка Откуда У них Миллионы Они Что Все Раздают Нет Как Он Попадет Туда К Лазарю В рай Он И рай Захапает Он Начнет Все Он Не будет Пользоваться Тем Что ему Достаточно Для жизни И Ему Причем Не надо Будет Ничего Раздавать Ты Только Не Покушайся На Все Это Не Надо Себе Весь Рай Захапывать И всех Порабощать Вы Думаете Этот Богач Который У ворот Которого Лежал Лазарь Он Измен Что Как Он Туда Попадет Вот Ему Захватит Этот Рай Вот Его Уровень Другой Вот Он Там В аду И Жарится Образно Говоря Да Среди Таких Причем Которые Хапают Просто В этой Жизни Ему Повезло Бог Поставил Показать Ему Жизнь Хорошую И Как Он Себе Проявит Вот Теперь Ты Побудешь С такими Как Ты Там Все Богачи Все Хапают Вот Раз Вы Думаете Что Так Там Найдутся На Тебя Другие Богачи Которые Будут Хапать А Ты Будешь У Них Вот Таким Вот Лазарем И Ты Поймешь Жизнь А Когда Поймешь Тогда Поднимешься Ну Когда Поймешь Не забывайте Что Господь Рассказывал Притчи И Они Порой Ограничены На Конкретную Мысль Конкретно Показать Это Не Знаешь Если Он Всего Не Рассказал Вам Кажется Сейчас Я Добавляю Притчу Есть И Другие Места Которые Говорят И Об Этом Вы Вспомните Сам Иисус Говорил Что Будешь Сидеть Там Он Другую Притчу Говорил Вы Помните Да Пока Не Отдадите Все До Последнего Копейки Выйти Оттуда Можно Когда Все Отдашь Когда Изменишься Когда Полностью Рассказишься Добродетели Противоположны Тем грехам Которые Ты Делал Вот И Все Поэтому Конечно Бог Сам Никого Не Прощает Никого Не Наказывает В этом Плане Как Там Любит В плане Вечных Мух Бог Нас Воспитывает Но Поступки Можно Назвать Наказанием Нас В угол Ставили Родители Когда Бог Нам Что Разумляет Нас Как Это Можно Назвать Наказанием Но Действительно Это Просто Надо Не Забывать Или По крайней Умные Люди Должны Связывать С Воспитанием А Не То Что Бог Ненавидит Истребляет Народы Вечности Причем Нет Конечно Это Все Ахинея Полная Вот Точно Так же Как И Бог Никого Простить Не Может Ты Грешишь Против Человека Но Есть Грехи Так Скажем Против Бога Да И По сути Против Собственной По сути Грех Против Бога Но Опять Если Ты Раскаивает Он Те Сможет Простить Только Тогда Я Всегда Привожу Почему У нас В детстве Родители У кого Нормальные Воспитывали Всегда Как Мы Учились Раскаиваться Причем Не перед Богом У меня Атеистические Родители У многих Из вас Как Нас Учили Прости Говорить Как Я Больше Так Не Буду Вот Что Такое Раскание Каждом Человеке А у нас Сейчас Что Да Я Могу Батюшку Сходить На Петрахиль Каждый Каждый Раз Сходить Об одном И той же Грехах Коется Нет Это Никакое И не надо К нему Ходить В самом Плани Чего Ему Твое Ты Иди К тому Кого Ты Обидел И Раз И Возмести То Что Ты Сделал И Еще Дай Сверху Сотвори Благо Даже Неважно Да уж Хевна Ты Его Обидел Значит Извинись За те Слова Что Ты Его Дебилом Обозвал И Назови Его Умным Вот Ты Раскаешься Вот Ты Изгладишь Свой Грех Ты Изменишь Свою Жизнь Все И В будущем Так Никогда Не Делай А Сделал Тут Даже Если Согрешаем Тут Ж Мы Раскаиваем Все И Как Написано Бог Не И На ровном месте Падаем Когда В год Два Три Встаем На ноги Это нормально Потом Мы бегаем Неизвестно Куда Смотрим Обо все Я смотрю На маленьких Детей Ну правда И мы Такими же Были В три Голова Открыл Глаза На небо Бежит Обо все Спотыкается Летит Потом Половина коленок И половина локтей И половина Чуть ли не лица Нет Ну разве Мы взрослые Так уже Ну и бывает И взрослые Такими Остаются Идет Неизвестно Куда Смотрят Но все Таки Мы вырастаем Уже Шишки Набиваем Понимаем Надо Под ноги Смотреть Нам уже Не говорит Мама Об этом Мы сами Поняли Что надо Смотреть Под ноги Мы же Когда идем Взрослые Мы не хотим Падать Через метр Раздирая Себе Костюм Троечку За пару Тысяч Долларов Да Вот Хорошие Юбочки Платицы Там Каблучки Ботинки Вот То есть Конечно Не хотим Не хотим Пачкаться Осенью В какую Лужу Свалиться Вот И все Мы опытом Все это Учимся Конечно Господь Нас Учит Как Даже Моисей Правильно Говорил Как Человек Учит Ребенка Своего Так Что Вот Так Вот Поэтому Бог Нас Конечно Воспитывает Бог Любовь Да Поэтому Он Никого Не Прощает Никого Так Скажем Не Наказывает Просто Вот Так Знаете Вечность Лишь бы Отомстить Нет Он Любовь Поэтому Может Нас Только Воспитывать Поэтому К этому Надо Прийти Пока Ты Сам Не Изменишь Ты Так И Будешь В этом Круге Сансары Нет Никакого Черно Белого Мира Вечности Нет Ты Будешь Грешить Бог Тебя Научит Я Грую Я Грую Что Я Не Отрицаю Ни Реинкарнации В том Даже Понимание В каком Здесь Понимает В бесконечном Перевоплощении В разные Аватары Это Аватары Это разные Люди И могут Быть Они В разных Социальных Естественно Средах Разными Талантами Дарами Обладать Физическими Духовными Душевными Достоинствами Недостатками И человек Проходя эти Опыта жизни Уму Та разума Набирается Не Был Милосердным К нищим Пожалуйста Сам Посиди На Паперти Не Испытывал Жалости И сострадания К больным Людям Физически Духовно Сам Побудь Таким И все Сразу Поймешь Когда Нормальная Душа Будет Закована В каком Нибудь Прикованном Коляске Немом Теле Когда Будешь Кричать Там Орать Что я Нормальный А тебя Никто Не слышит И только Будешь Глазами Хлопать Вот так От рождения Вот тогда И тебя будут Дурачком Называть Тогда все Поймешь Все Поймешь Сразу И конечно же Господь Нас Таким Образом Ведет К себе Воспитывает Дает Познавать Бытие Вот и все А в том Понятии Конечно В каком Вот там Любят Ахинею Нести Про Черно-белую Вечность В которой Одни будут Жариться В аду Да вы Попробуйте Сами Разделите Хоть одного Грешника Хоть Десяток Грешников Да вы Замучаетесь Делить Кого Куда Она черно-белой Жизнь Она Серая От абсолютно Белого До абсолютно Черного Так скажем И все Мы от Абсолютно Черного Чуть Серее Переходим В абсолютно Белый Свет Потихоньку В своей жизни И это Кстати Вряд ли Возможно Сделать За одну Жизнь Вы все Прекрасно Понимаете Вот так Вот Такой Вот наш Бог Такое Наше Мироздание Я Просто К чему Говорю Вот Это Глупые Вещи Которые Проповедуют Детские Да Что Типа Я там Покаялся Мне все Прощено Я перед смертью Открыв ротик Уже Который Еле-еле Открывается Сама была Злюкой Последней И меня там Хлебушек Свинцом Батюшка Засунул И все И я Со святыми Упокойся Это полная хиней Конечно же Ну что Разве в этом Суть была Жизненная Чтобы потом Какому-нибудь Сатанисту В рот Кусочек Хлеба Засунуть Чтобы он Спас Нет конечно Пойдет он В новую жизнь Там Бог его Научит Я говорю На земле На они Там будет Где-то За пределами Этой жизни Учиться Это не суть Важна Вы знаете Я это От начала Говорил И когда мы Просто Это примем Тогда мы Поймем Что надо Сменить Сменить Свою жизнь А так Когда верить Что Я там Перед смертью Покаюсь Или Что Толк Что я там Много Добра Мало Делаю Как я Возрастаю Ну я Сравн До конца Не Возрасту Жизнь Короткая Успели Я вообще В Богу Уподобиться Ну так Живу Как живу Средник Я же Хороший Нет Мои родные Надо жить До бесконечности У тебя И дальше И дальше Там нет Предела Совершенства Все твои Усилия В этой жизни Они все Сохранятся И ты будешь Выше И выше И выше Поэтому Не лишний Кстати Я буду Отдельный Ролик Запишу Вот эти Знания Которые Мы набираемся Библию Читая Вы знаете Они не останутся Тщетными Да В оконцовке Может быть Где-то там Еще неизвестно Через сколько Когда ты будешь Уже Одесную Бога Одесную Иисуса Все это Как Павел Упразднится Даже как бы И знания Но опять Там Павел О разных Знаниях Написал Надо тоже Здесь понимать Вот Но мы И живем Пока здесь И точно так же Как мы здесь Все все равно Учимся В школах Институтах Вы знаете Вот эти вот Религиозные Знания Там Истории Если ты Не раз Тебе Бог Посылает На эту землю А возможно Уже в роли Да Вот такого Спасителя Апостола Учителя Вы знаете Значит они Нужны И на это Надо полагать Свою жизнь Ты не знаешь Кем тебе Господь В следующий раз Сюда пошлет Творить добро Да И чем ты будешь Больше возрастать Это все Только будет Это твоя школа Школа И ей нет предела Поэтому Даже те Кто Понимают О чем я говорю Надо понять Как и с плохой стороны Что вот именно Ты так и будешь В этом вертеться Никуда ты не вылетишь Из этого колеса Никто тебя не прощать Ты будешь Пожинать Павел прекрасно Об этом Сам Господь говорил Мы будем пожинать То что мы сеем И так это и будет И пока ты таким будешь Так и будет Никто тебя не прощать Не будет Не больше наказывать Чем ты есть Не будешь ты вечно в аду Бог тебя опять будет В эти же обстоятельства пихать Пока ты не осознаешь Грубо говоря Даже в те же самые Пока ты не выучишь урока Бог больше никого наказывать Не будет того Что он заслуживает Здесь погрешил 50 лет даже Мужики не доживают Женщины А там вечность в аду будем Да нет конечно Опять просто В эту же жизнь пойдешь А какой смысл Вы вспомните Кто из вас хотел На второй год остаться Многие ли хотели Нет А вы так и будете Двоечниками Я говорю Не надо думать Что Бог вас простит Или наоборот Будет там что-то наказывать Нет Да вы сами себя наказываете Вы так и будете Во втором классе По 10 лет сидеть Будете так перерождаться Вот вы были Этими жлобами Так и будешь Пока не начнешь Быть добрым Милосердным Был жестоким Так и будешь Перерождаться В этой Причем будешь Перерождаться Еще в худших Каких-то обстоятельствах Если ты был Один такой Садист Живодер И никто тебя не трогал Бог тебе в такую Шайку засунет Где тебя еще Будет прессовать Ты будешь Уже на своей шкурке Ты в любом случае Будешь такими Как ты Мы же сами Объединяемся С теми С нами подобными Но только Если ты был главарем В этот раз Тебе Бог Не одарит Какими физическими Способностями Где ты там Дрался И лучше всех Был главарем Шайки Будешь Какой-нибудь Шестеркой Жестокой Шестеркой Вот может Тогда у тебя Чего-нибудь В голове Переклинет И поэтому Я хочу сказать Что тем Кто наоборот Действительно Уже все это Познал И стремится К святости Не думайте Что все наши Труды Они тщетны И что Ой я все равно Не стану Там супер Богом И поэтому Не буду Надрываться Нет Надрывайтесь Мои дорогие Спорт Кто занимался Тот знает Именно Мы Вот я Кто меня окружает С кем я близко общаюсь Я знаю Что иногда Мы перегибаем палку Даже в этом плане Сами надрываемся И потом думаем Блин куда же я А я вам скажу Это хорошо Что мы так делали Это здорово Что мы пытаемся Делать больше Чем мы можем Кто занимался спортом Тот знает Что это такое Ты именно тогда Растешь И у тебя мышцы Развиваются И чего-то ты выше Еще прыгаешь Если ты рвешь Как говорится Простите Одно место Если ты делаешь Если ты берешь Нагрузки В теории Не можешь поднять И ты поднимаешь Не пять раз Но ты берешь Этот оздоровенный груз Я могу сказать По атлетике И рвешь его Хотя бы один раз Ты уже раз его тяганув В следующий раз Ты два Ты дойдешь до пяти Хотя ты берешь Вес вообще тебе Неподъемный Который ты пять раз И именно через силу Вот эти Именно Вот эти потуги Сверх того Что ты можешь Дают тебе Возрастание Рост Это всегда было так Вот И все эти труды Нечетные Абсолютно Нечетные Они все больше И больше Нас укрепляют Возрастают Именно так надо жить Вот Если вы сегодня Мало знаете Там писание Историю церкви Изучайте ее Может быть В следующую жизнь Вас Господь Вы будете Действительно Проповедниками Его слова Если в этом Жизни вы такие Я верю Что все это остается В душе человеческой Этот опыт Эти знания По крайней мере Те знания Которые нужны На этой земле Именно поэтому Есть люди Гениальные Есть Возможно Это их Так скажем Заслуга Понимаете Вот об эту тему Я еще Уже подошел Я хочу Следующий ролик Сегодня все таки Я хотел поговорить О свободе И поэтому Бог никого не может Хотя Бог любовь Но он никого не прощает И не наказывает В вечности Он ничего тебе не поминает Если ты действительно Исправляешься И наказывает разво Только с целью Твоего воспитания Сегодня А никакого Наказания В вечности Все Вот что я хотел Основную мысль Сегодня Донести Поэтому Бог Вы помните Есть абсолютная любовь Именно поэтому Из любви к нему Заметите Везде одно слово Любовь Из любви к нему Заповедило нам Соблюдать Одну единственную заповедь Любить друг друга Потому-то он Господь и Учитель Умыл нам ноги Зачем? Сказал Я дал вам в себе Пример Чтобы вы поступали Так же Вот и все Ну а уже В следующем ролике Я хочу Вот одну тему Раскрыть По бессмертию Поговорить еще Тоже Думаю вам будет Интересненько Все Я с вами прощаюсь Всех целую Обнимаю Если ролики мои Нравятся Интересные Назидательные Вы знаете Что нужно делать Я с вами прощаюсь Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok